Зона конфорки. Беседы за чаем в хорошей компании. Располагайтесь поудобней, плюшек хватит на всех. Позвольте, прежде чем представим нашего сегодняшнего гостя, сделаю такое, помимо возможности, краткое вступление. Названы самые популярные подарки на 23 февраля. Сувениры, одежда, лотерейные билеты. Вот самые популярные в России подарки в День защитника Отечества. Эксперты проанализировали данные банковских карт. Пяти миллионов пользователей, как сообщается, за февраль прошлого и этого годов. Было отмечено 10 категорий, покупки в которых значительно вырастают, увеличиваются перед 23 февраля. Игрушки при росте 25%, косметика 20%, косметика 20% при 23 февраля. Спорт, товары, алкоголь, ну здесь все понятно, по 18%, ну и тройка лидеров с результатом 26%. На третьем месте рост транзакций лотерейных билетов со средним чеком в размере 490 рублей. 38% составил прирост в магазинах одежды. На эту категорию перед праздниками россияне в среднем тратили 2 тысячи, ну почти 2,5 тысячи. И самый большой рост количества транзакций оказался в магазинах сувениров и подарков. 39%. Ну там, правда, средний чек на покупку этой категории товаров составил 840 рублей. Здесь, я думаю, что средний чек у нас будет сейчас немножко побольше. У нас в гостях антиквар, коллекционер с 40-летним стажем, а по сути даже больше. Директор арт-центра «Бронзовая лошадь» Алексей Владимирович Виткалов. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Лёш, ну вот как у вас наблюдается в преддверии 23 февраля увеличение спроса на предметы искусства, антиквариата? Безусловно, оборот хлама в природе, он бесконечен. Это так иронично называют свою стезю храма. Да, это любя мы называем таким образом антиквариат. Вот из того, что вы перечислили, самый большой процент занимает вообще полный хлам, который через буквально некоторое время не будет стоить вообще ничего. Что такое полный хлам, который... Ну вот вы назвали сувениры. Стоимость сувениров, она копеечная, условно говоря, один раз подарил и всё. Но ведь подарок, это же что-то такое вот эмоциональное. И хочется человеку, который дарит, чтобы запомнилось. Что запомнит человек, которому подарили носки или дезодоранты, или кусок мыла, или какой-то сувенир дешёвый. Что он запомнит? Пока носит носки, да будет вспоминать. Если недолго носит, они быстро... Недобрым словом вспоминать. Да, недобрым. Так же с дезодорантом можно не угадать. А я за вечные ценности. Лучший подарок, это монета. А лучше, если она серебряная или золотая. Стоимость серебряных монет, она попадает как раз в тот бюджет, о котором вы говорили. Стоимость серебряных монет начинается от 200 рублей. Те, которые имеют инвестиционную, коллекционную привлекательность. Но это же не то, что станет хламом в ближайшее время. Нет, это не станет. Я же повторюсь, каждая из этих монет имеет инвестиционную привлекательность. То есть она растёт каждый день в цене. Вот, 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 вот. Друзья, мы хотим, мы хотим с Алексеем, чтобы вы тоже участвовали в разговоре. И вопрос вам, что не следует ни в коем случае дарить мужчине на 23 февраля. И желательно пояснить, почему. Причём здесь интересна и мужская, и женская точка зрения. Даже, наверное, правильнее наоборот надо было сказать. И женская, и мужская точка зрения. Да? Что не следует дарить мужчине на 23 февраля. И почему. Номер ватсап 8-918-357-358-4. 357-358-4. Алексей, ну, мы же на ты, да, договорились? Меня тоже на ты. Конечно, замечательно. Мы же на кухне чай пьём, в конце концов. На свойски. Да, да. Вот ты празднуешь День защитника Отечества, и как? Ну, как и все, традиционно, безусловно, этот праздник перекочевал из далёкого прошлого. Советского, откуда я пришёл, и там подарки были своеобразные в связи с дефицитом всевозможных товаров. Лучший подарок это был как раз там мыло. Если мужчине дарили носки на 23 февраля, это значит, женщина ожидала в подарок хорошие фирменные колготки. Ну, естественно. Она инвестицию свою сделала, она хочет получить процентами. Стричный подарок лучшего качества. Ну, а поскольку сейчас времена изменились, продолжаются все те же стереотипы, ну, мне кажется, если бы у женщин было чуть-чуть больше фантазии, они бы могли бы сделать, например, подарок романтическую ночь в отеле. Мужчина такой подарок, он не забудет никогда. А стоимость хорошего номера, ну, скажем так, в неплохом отеле начинается где-то от 3000 рублей. В принципе, тоже очень бюджетно. В каждом отеле есть ресторан, я думаю, мужчина с удовольствием оплатит ужин в этом ресторане, что будет плюсом к празднику. Вот уже красивый романтический праздник состоялся. В преддверии 8 марта уже заодно. В преддверии 8 марта мужчина, конечно же, ответит еще лучшим номером где-нибудь в Сочи. Не будем рекламировать отели. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы сейчас вынуждены прерваться, потому что реклама. Мне хотелось бы дальше немножечко о том, а кто достоин на самом деле того, чтобы праздновать День защитника Отечества. Кажется, эту тему тоже стоит коснуться. Ток-шоу «Самое время». У вас одно входящее сообщение. Реклама на Первом радио. Качественные лимонады, питьевая вода, безалкогольное пиво. Варос. Напитки в кегах от производителя. Варос не меняет жизнь. Варос улучшает настроение. 8-928-207-08-09. Вот сегодня мы провожаем на заслуженный отдых нашего уважаемого Михаила Ивановича. Будьте здоровы, наш дорогой. На пенсии теперь гулять, проблем не знать. Михаил Иванович еще не знал. Но ту пенсию, что официально назначена по итогам его работы, особо не разгуляешься. Просто каждый отработанный месяц он получал небольшой оклад в кассе, а от руководителя – конверт с неучтенной зарплатой. Не совершайте ошибку Михаила Ивановича. Оформляйте письменный трудовой договор и не соглашайтесь на двойные ведомости. Телефон горячей линии Министерства труда и социального развития Краснодарского края для сообщения фактов неоформления трудовых отношений. Зарплаты в конверте. 8-861-252-33-15. Ну вот, мой автомобиль стал старше еще на год. Нужно записываться на очередное ТО. Моему вообще уже больше пяти. Чем старше коммерческий автомобиль, тем больше выгоды вы можете получить на его обслуживание в «Фольксваген Центр Югавто». До конца февраля выгода до 20% на масляный сервис. Официальный дилер «Фольксваген» – «Фольксваген Центр Югавто». Акцент распространяется на коммерческие автомобили «Фольксваген» с 2011 по 2017 год выпуска. Действует с 1 по 28 февраля 2021 года. Подробную информацию уточняйте у мастеров-консультантов. «Фольксваген». А что это там на горизонте? Это же наше новое будущее развлечение. Направление для путешествий и места для кемпинга. Путешествуйте с комфортом на «Фольксваген Каравелла» везде, куда вас приведут жажда новых открытий и ярких впечатлений. Только в феврале по спеццене у официального дилера «Фольксваген». «Фольксваген Центр Югавто». Телефон в Краснодаре 203-29-19. Предложение действительное с 1 по 28 февраля 2021 года. Не оферта. Найдите славу. И поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере. Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье по телефону горячей линии. 8 800 200 200. По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254 0334 и 254 0054. Дог-шоу «Самое время» с Константином Курганским. Мы обсуждаем вопрос для СМС. У нас вопрос, я напомню, что не следует дарить мужчине на 23 февраля и почему. И вот нам пишут, не стоит дарить. Я, носки и наборы. В скобках дезик, шампунь, пена, супруга, трусы. Я это кто? А, ну супруг, видимо, да? То есть вам, видимо, не дарить носки и дезодоранты, шампунь, пена. Ну это классика жанра, как же. Что не стоит дарить мужчине на 23 февраля и почему? Почему, поясняйте. Ждем вариантов ваших. Ватсап на номер плюс 7 918 357 358 4. В гостях у нас Алексей Виткалов, антиквар, коллекционер и директор арт-центра «Бронзовая лошадь». И вот чуть-чуть о том, Леш, вот с твоей точки зрения, кто имеет право на праздник 23 февраля, что здесь, в принципе, существуют три такие основные категории граждан. Ну, три основные версии, кто имеет, кто не имеет. Да, имеют право, первая версия, огласить, что поздравления должны получать только профессиональные военные. Вторая гласит, что поздравления здесь уместно адресовывать тем, кто так или иначе имел отношение к армии. В первую очередь, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. И третье мнение, судя по всему, самое популярное у нас в России, праздник всех российских граждан мужского пола. Независимо от того, как он относится к армии, был он там, нет мальчиков, мужчин, дедушек, защитников в широком смысле слова. Вот ты лично как считаешь? Я тоже думаю, что, по сути, этот праздник был добровольной рабочей крестьянской армией, которая сплотилась и защищала советскую Россию от интервентов в начале 20 века. Ну и, соответственно, этот праздник могут праздновать все, кто способен взять в руки оружие и защищать свою родину. Независимо от того, брали, не брали. Независимо даже от пола. Даже вот так. Я думаю, что да, у нас много женщин военных, владеющих оружием не хуже мужчин многих. И не только огнестрельным причем. Ой, это точно. Причем, в первую очередь, не огнестрельным. Доводилось мне общаться в годы своей службы с женщинами-прапорщицами. Я вот тут вспомнил один случай. Самый необычный, наверное, подарок, который женщина покупала для мужчины в антикварном магазине. Заходит девушка-блондинка, очень привлекательная. Ну, естественно, вопрос у нас сразу с коллегой, что она здесь забыла. Потому что, ну, женщины редко интересуются антиквариатом. Для них он какую-то негативную энергию несет. Весь. Так вот. И она ходит и внимательно смотрит на витрину. Там, ну, лежат всякие ржавые инструменты. Это не самое интересное. Она смотрела, а потом сказала на фразу. Сколько стоит этот старинный микрометр? Микрометр. Это не все. То есть, это был действительно старинный микрометр. Там, начало 20-го века немецкий. Я говорю, ну, там, цену назвал, и там, недорого стоил. Говорю, а что вы с ним будете делать? Она говорит, я мужу хочу купить в подарок. Я говорю, ну, он не очень рабочий, там, он ржавый. Внимание. Она говорит, я ВДшки туда брызну. Я зауважал эту женщину, несмотря на ее внешний вид блондинки. Так что блондинки секретом бывают. Внешность бывает обманчивая. Обалдеть. ВДшки брызну. Хорошо. Хорошо. Мужчины поймут, о чем я говорю, точно. Пишут нам, так, 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 хочется чего-то другого, кроме носков и наборов. Да, и самое противное, это третисортные репродукции. Да. Третьисортные. А первосортные, ну, вполне можно бы, да, почему бы и нет. Я бы, например, не против. Хорошая репродукция, если это профессионального художника, она и стоить будет дорого. Есть у нас несколько художников, даже в Краснодаре, профессионалы, которые за очень большие деньги делали репродукции картин в Эрмитаже и продавали их вполне успешно. Поэтому репродукция и репродукция рознь. Тут не надо обобщать. Олежа, а как ты относишься к вот такой популярной сейчас практике, когда при выборе подарка заранее обговаривают с близкими вопрос, чего ты хочешь. Да, что тебе подарить. И, соответственно, дают то, что... Да, это вообще замечательно. Замечательный человек. То есть лучше полезная вещь, нежели сюрприз. Конечно. Если человек не знает, не хватает у него фантазии на то, чтобы сделать какой-то интересный подарок, чтобы доставить ту эмоцию, которую бы он хотел, он говорит, что ты хочешь человека, какую эмоцию, по сути, получить. Ведь любой подарок – это эмоция, в первую очередь, в тот момент, когда его даришь. И не обязательно эта вещь даже будет использоваться. Самая главная... И с той эмоцией. Самая главная эмоция – она при подаривании. Поэтому антиквариат, он без истории скушен. А когда ты вручаешь антикварный подарок, еще историю к нему рассказываешь, тут уже какая-то энергетика включается. Неважно, правдивая эта история или нет. Они, как правило, все правдивые, потому что проверить их невозможно. Ну, хорошо. Тебя, как коллекционера с огромным стажем, там больше сорока лет уже, да? Ну, я не помню. Очень давно это началось. А с чего, кстати, началось? Дедушка у меня был коллекционером марки, монетки. Такое очень все простое. И у него все время были монетки. Мне было интересно. Я их сначала перебирал, потом начались обмены. Потом он стал меня таскать с собой на сборы коллекционеров. Ну, и дальше пошло-поехало, само собой. Так, где ты подсадил? Да, туда прогрузился этот антикварный ареал. Это отдельная среда обитания, там свои обитатели. Я вот сейчас ролики выпускаю на YouTube именно про обитателей антикварного ареала. Очень интересно. Очень интересно. Я думаю, что можно, кстати, огласить. Антиквар, Краснодар, в YouTube. Подписывайтесь. Озвучиваем, как интересно, как выгодно собирать антиквариат. Это своеобразный эликсир молодости, потому что мозг живет и развивается, пока туда поступает информация дополнительная. Как человек только попадает в какой-то цикл, не получает новой информации. У него перестает развиваться нейронная связь. Абсолютно верно. Но вот антиквариат – это именно такой раздел, где с каждым предметом ты получаешь новую информацию, которую никогда не знал. Никогда. Даже представить себе не мог. Шатлен, знаешь, что такое? Нет, конечно. Это обычная цепочка для часов. Вот часы носили на цепочке. Шатлен. Шатлен называется. Пришел он из 17 века, когда ключники носили, вот ключи носят на цепочке. Это тоже шатлен. Казаки попали во Францию в 1812 году и приехали оттуда. Они были все обвешаны цепями от часов. Ну, это было, им казалось, так модно. И привезли эту моду в Россию. Ну, до сих пор, в общем-то, я смотрю, нет-нет. Да, это очень удобный предмет. И как раз снимаю ролик как историю шатлена и показываю настоящие шатлены, которые сохранились. Антиквар Коснодар, смотрите, на ютюбе. Человек, который очень многое об этом знает. Человек, который узнает для себя что-то новое в этой сфере. Тем не менее, у него тоже вот назревает сейчас праздник, 23 февраля. Какой подарок тебя бы смог удивить? Обрадовал бы. Да от женщины, ну какой подарок. Это никак не связано с антиквариатом? Женщина не сможет выбрать без совета какой-то. Обязательно для того, чтобы женщине сделать подарок, ей лучше обратиться к антиквару, который подскажет. Ей достаточно сказать, там, мужчина-спортсмен, охотник, рыболов. И ей предложат целый спектр. Ну, чем бы меня удивили? Ну, наверное, да, может быть, каким-то антикварным подарком именно от женщины. Хотя я уже получал не раз. Удивить сложно. Ну, а удивительный подарок... Здесь одно дело удивить, другое дело порадовать. Любая антикварная вещь. А если, слушай, а если вот просто бах и так раз пена и носки? Я уже привык, знаешь, я оттуда пришел, где-то был стандартный подарок, поэтому... Я скажу честно, я искренне радуюсь, когда мне дарят не пену. Ну, гель для бритья, потому что эта вещь всегда понадобится. Ну, знаешь, гель тоже гелю рознь. Ну, это да, это да. Это да. Пишут нам, День защитника Отечества раньше был Днем Советской Армии и Флота. Ну, да, конечно. В танке, корабле и самолете все играет... Все играет сейчас миллионов сорок россиян, так что поздравлять и праздновать можно каждого второго. Дарить надо все, даже носки тут кому на что фантазии. Хватит, пишет Алексей. Спасибо, Алексей. Ваше мнение мы тоже охотно примем с ответом на вопрос, что ни в коем случае не стоит дарить мужчине на 23 февраля. И почему, желательно пояснить. 8-918-357-358-4, номер WhatsApp. А знаешь, вот есть исследование о том, чего хотят мужчины. 23 февраля это в ЦИО он провел. Ну, правда, я нашел только, к сожалению, прошлогоднее исследование. Интригу, конечно. Мужчины больше всего хотят получить внимание от близких. Я говорил, романтическая ночь. Вот, вот, 27% выбрали такой вариант. 17% при этом изъявили желание заполучить новый автомобиль. Скромненько, 15% мужчин мечтают о путевке на отдых. Еще 13% хотят квартиру или дом. Ну, а дальше там идет... Ну, в общем, остальная половина альфонсы. Внимание, это государство. Кудрый подарок. Деньги на удочку или предмет. Я же так понимаю, на 23 февраля подарки дарят женщины. Ну, чаще всего да. Чаще всего да. Слава богу, мы все-таки редко дарим друг другу подарки на 23 февраля. Я, честно говоря, этому радуюсь. А некоторые не радуются. А вот о том... О тех, кто, может быть, и не радуется этому. И вообще о том, как изменились мужчины за последнее время. Они же изменились. Наверное. Вот об этом мы поговорим позже. Время бестселлера и новостей с Лилией Гекалом. Друзья, мы сегодня говорим... В преддверии 23 февраля мы сегодня говорим о подарках для мужчин. Что неуместно дарить с вашей точки зрения. Ждем вашего мнения в WhatsApp на номер 8-918-357-358-4. И желательно пояснять, почему неуместно. Все, я забываю об этом сказать, а сказать надо. Можете смотреть прямую трансляцию нашего разговора с гостем, которого сейчас представлен. Прямую трансляцию можно смотреть на YouTube-канале Первого радио, либо на сайте первое.фм. А в гостях у нас Алексей Виткалов, антиквар, коллекционер и директор арт-центра «Бронзовая лошадь». Леш, но смотри, какая штука. Журнал GQ. Многими уважаемый. Русская версия этого журнала подвела итог. И составил такой рейтинг. В общем-то, самых стильных мужчин 2021 года. 101 мужчина туда вошел. Первое место. Занял в прошлом ведущей передаче «В мире животных» Николай Дроздов. Как бы все здесь вот, ну, понятно. Ну, такой достаточно мужественный мужчина. Простите, я сейчас соврал. 47-ю строчку он заявил. Вот это, кстати, важно, что 47-ю, а не первую. А вот что касается первого, там комик Александр Гудков. Там идет дальше уже музыкант Иван Дорн. Потом британский певец Гарри Стайлз. Иван Ургант на четвертом месте. И американский же рэпер Тайвер Грегори. Ну, вот то, что Дроздов такой мужественный мужчина, это понятно. А тебе не кажется, что мужчины, они все-таки за последние 10, 20, 30, 50 лет, они все-таки немножко изменились? Они сейчас мужья, уходят в декретный отпуск. На экране пустить слезу считается там вполне нормальным, да? Слушай, ну, даже сам рейтинг стильных мужчин. То есть их определяют по экстерьеру. Вот. Как он выглядит? Кто судьи? Вопрос. Журнал GQ. Понятно, журналы, это же не сам журнал, не страницы же мужчин выбирают. А выбирают какие-то там, наверняка, женщины или мужчины. Ну, какому мужчине придет в голову рассматривать мужчину, насколько он стильный? Ну, вот реально. На самом деле мужчина, он должен головой отличаться и физическими возможностями. Ну, тем не менее, давай вот смотреть. Ну, массово же действительно отношение ко многим вещам изменилось. Если там 20 лет назад, меньше 20 лет назад, там мужчина... А если возьмем чуть больше? В розовой футболке, даже 20 лет назад. А если больше? Мужчина в розовой футболке воспринимался... Можно было получить по голове где-нибудь в подворотне. Теперь сплошь и рядом, как бы это считается нормальным. На твой взгляд, это опасная тенденция? Да, мне кажется, никак она не зависит. Если мужчина чувствует себя мужчиной, то он и будет выглядеть как мужчина. А если он не может определиться, кто он на самом деле, то будет думать об изменении пола, не знаю, или изменении одежды. Тут же влияние... Что они смотрят, те, кто пытаются такими быть мужчинами или похожими на мужчин? У них же есть какие-то идеалы, правда, откуда-то сберется... Ну, ты сейчас тоже так утрируешь. Ну, почему? Смотри, секундочку. Мужчина в розовой футболке, он же не может быть мужественным, да? Почему? Ну, вот я... Ну, почему? Ну, одел он розовую футболку. Может, она полиняла. У меня тоже была розовая, просто она была сначала синяя, потом я ее случайно постирал с флоркой. Понимаешь, она стала розовой. Ну, что тут такого? Ну, вот я... Она мне нравится, потому что она мягкая. Не, не, я как раз о тех, кто намерен. Ну, розовая футболка, это утрировано, конечно. Ну, да. Я понимаю. Тут, понимаешь, суть в чем? Кто идеалы у этих людей? Ведь, на самом деле, каждый подбирает под себя. Кому-то нравится с крашенными оранжевыми волосами идеал, и он начинает ему подражать. Это как было, когда начало проникать клипы в Советский Союз. Я застал этот момент, это 86-87 год, клипы Папсикола. Да, и девушки начали одеваться так, как одеваются, там, Сиси Кейч, там, еще какие-то эти певицы. Короткие юбки, какие-то сосульки на голове, там. Ведь все это идет из пропаганды. Увидели, увидели в клипе розовые волосы, покрасили. Ну, это вот мужская точка зрения такая, там, мы ее еще будем прояснять, я так думаю. А сейчас хорошо послушать женскую точку зрения. С одной стороны, женскую, с другой стороны, извините, не просто женщина с улицы, а Настасия Андриадзе, гештальтерапевт и феминистка, кстати. Активная такая феминистка у нас на связи. Настасия, добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что позвали. Да, мы всегда рады. Как и в чем мужчины изменились за последние десятилетия? За последние, скажем, 20 лет? 50, если считаете нужно. Ну, я столько долго так еще не прожила, вот, чтобы знать, вот, за 50 лет изменились. Ну, вообще сейчас, мне кажется, что мужчины меняются, становятся более понимающими, относятся с эмпатией, становятся миролюбивыми, более чувствительными, и в том числе и к потребностям женщинам, и к потребностям своим, кстати сказать, да, более замечают себя, что хотят, понимают, вот, и как будто бы даже иногда вкладывают оружие и начинают инвестировать. Ну, так, мне кажется, что я бы вот так вот... То есть мужчины, мужчины, можно сказать, что мужчины стали более эмоциональными? Вы знаете, я бы сказала, чувствительными. Внимательными, чувствительными. Вот эмоциональные, тут уже такая окраска сейчас какая-то может прибавляться, ну, просто чувствительными стали. Стало разрешаться вообще мужчинам быть человечными, вот, а не такими вот только. На ваш взгляд, как гештальтерапевта, насколько опасны эти изменения для традиционного гендерного уклада? Я считаю, что для традиционного гендерного уклада они очень опасны, потому что, в принципе, все изменения, которые сейчас происходят в мире, они все, вот, ну, уже, ну, просто гендерный уклад, он такой, особенно традиционный, он даже здесь уже все звучит, да, вот так, очень остро, очень разделяет людей. А сейчас все-таки тенденция на сближение, тенденция на понимание, на уравнивание возможностей, потребностей. Поэтому это, к сожалению, неизбежно, и это связано не с тем, что, ну, то есть, я имею в виду, что изменения в традиционном гендерном укладе, они неизбежны, но это не связано с чувствительностью мужчины, это связано, что, в принципе, мир перестраивает. То есть, опасность есть, но это не такая опасность, которая должна пугать, я правильно вас понимаю? Я, вот, понимаете, не совсем понятно слово опасность. Нет, ну, речь идет о том, что меняется традиционный уклад, да, тот, который веками существовал. Да, мужчина останется мужчиной, и женщина останется женщиной. Но, допустим, мужчина будет больше времени проводить дома с семьей и помогать женщине, а женщина тоже будет иметь возможность зарабатывать. Тогда это меняется, гендерный уклад. Наверное, да, наверное, не меняется, здесь не революция, здесь как-то развитие, да, все-таки. Хорошо, а какие, по-вашему, мужские черты ни в коем случае не должны уходить в прошлое? Каков он вообще настоящий мужчина, в вашем понимании? Я бы вообще хотела, чтобы все мужские черты ни в какое прошлое не уходили, они все нам нужны, и мужчинам, и женщинам, очень. А вообще, в моем понимании, очень, вот, я ценю, благородство, и милосердие, надежность, такие, знаете, качества, вот, которые, ну, к человечности ближе, не к отделяющим, да, нас, не делающим нас очень разными, а делающие нас очень, такими, близкими друг к другу. Какая-то вы неярая феминистка, Анастасия. Я тоже хотела бы сказать. Я подготовилась немножко, честно вам скажу, я немножко себя придерживаю. Вы не сдерживаете, нам очень интересно услышать изнутри то, что вы переживаете, вот, как раз так же, как и всем радиослушателям. А то мы все, понимаете, интригу услышали феминисткой, я феминистку никогда не слышал, вы первая. Я слышу по голосу, ну, очень приятный голос, вообще не феминистический. Хорошо, хотите зубы, чтобы я вам показала, но я сейчас вам вот что скажу. Вы же меня все это спрашиваете в связи с приближающимся праздником, наверное. Ну, естественно. Вот, День защитников Отечества. Вот я вам скажу, что в мое личное мнение я категорически против таких праздников. Почему? Может, вам это понравится. Почему? Вы знаете, мне само название не нравится. Защитник Отечества. Я не совсем понимаю, от кого и кто должен нас защищать. Если это такая вот идея, то как будто бы мы живем с опасностью, что на нас кто-то всегда нападает. Так всегда же на нас же нападали, ведь это действительно так, это факт. Всегда в страхе живем. Это факт. Ну, слушайте, мы тоже были не зайчики пушистые. Вот. И, в общем-то, когда нам транслируют, что вообще мужчина должен быть защитником, у нас так вкладывается история, что защищать мужчину должен как будто бы женщина к мужчин. И от этого еще страшнее, потому что, правда, опасно сегодня ночью в темном переулку ходить, да. И вот если бы мужчины просто бы перестали бы такими вот быть агрессивными и такими очень там маскулинными, да, такими, то, наверное, и защищать бы женщину не приходилось. Ну, наверное, так оно и есть. Но я честное слово, вот несмотря на все эти революционные изменения, я надеюсь, что не дойдет до того, что нас будут защищать женщины. А, Настасья, вам спасибо. Хо, ох ты. Ну, женщины вас уже защищают. Скажи, они защищают. Слушайте, а ведь с этим не поспоришь. А ведь с этим не поспоришь. Конечно, конечно. Настасья Андриадзе была в Насталине, гештальт-терапевт. И, ну, все-таки феминистка. Мы договаривались, как-то вот она так аккуратно эту тему продавила. Спасибо вам, Настасья, за беседу. Не стал уже спрашивать, что не стоит дарить мужчине на 23 февраля. А вас, друзья, спрашиваем. Еще есть время ответить на этот вопрос при помощи WhatsApp. Чего не стоит дарить мужчине на День защитника Отечества ни в коем случае. И почему. 8-918-357-358-4. Дог-шоу «Самое время» с Константином Курганским. Алексей Виткалов, коллекционер «Антиквар» у нас в гостях сегодня. Ну вот, возвращаясь к тому, что говорила Настасья у нас пару минут назад. Леша, есть желание прокомментировать? Конечно. Реклама у нас прервала. Там говорили, почему мужчины изменились или как они изменились. В вашей предыдущей же программе слушал, пока ожидал эфира. Сказали, что детей высаживают из троллейбусов или из какого-то транспорта. Да, речь идет о том, давай напомню, что в Госдуме сейчас принят закон, закон запрещающий высаживать детей безбилетников из общественного транспорта. Вот в мое время без билета проехать это вообще не проблема. Троллейбусы ходят один за одним. Ты заходишь в один троллейбус, проезжаешь остановку, высаживают тебя контролер. Следующий, они идут по одной линии всегда. Следующий, на 3-4 троллейбуса ты добрался куда хочешь. При этом, когда подъезжают в следующий троллейбус, ты смотришь, где находится кондуктор. Впереди или сзади? Да это все очень просто. Ты видишь, так же можно было в кино ходить бесплатно. Это было так в нашем детстве. Ну а что сейчас мешает детям чуть-чуть включить сознание? Это к слову о том, насколько изменились мужчины. Из них же потом мужчины вырастают, который вон ролики посмотрел, он не знает, как автомат на плечо закинуть. Зато он честный человек. Гражданин честный. Ну, может быть. Нет, ну ребенку все равно там высаживать нельзя. А так и проблемы никакой нет. Для депутатов нет проблемы. Представляешь, вот это дети могли бы лишить депутатов целые проблемы обсуждения документа и закона. Просто езжи без билета. Слушай, а какое хобби должно быть у нормального мужчины? Коллекционирование как минимум, поскольку он развивает мозг в первую очередь. А мужчина это ум. А потом уже все остальное. Еще кроме коллекционирования. Даже мышцы для того, чтобы накачать, нужно мозг. То есть любое хобби, которое развивает мозг? Я думаю, что да. В первую очередь, если мы говорим. А должна быть какая-то граница между хобби и работой? Это все параллельно. Ведь хобби это отдельно. Ну вот в этом случае так и получилось. С хобби началось. У меня всегда было это отдельно. Это вот сейчас получилось так, что срослось буквально три года назад, когда появился арт-центр. И там срослось антиквариат. Это стало работой, поскольку антикварный магазин. Еще факультативом добавилось современное искусство. Кстати, картина тоже хороший, замечательный подарок мужчине. Правильно подобранная, со вкусом. Что мужчины любят? Горы, цветы, речку, может быть, абстракцию. Спрашиваете у мужчины и технично дарите ему картины. Стоимость картин тоже бюджетно начинается от 1000 рублей. Но это третий сорт на репродукции. Не-не-не, я говорю именно холст, масло. Это небольшая работа, которую в квартире есть куда повесить. Естественно, если думать о том, что бюджетная картина стоит там 10 или 100 тысяч, это будет холст, который в квартире не разместишь. А небольшая работа, там 15 на 20, замечательный подарок в любой праздник. 53% российских компаний отказались в этом году от корпоративов по поводу 23 февраля и 8 марта. Ну вот арт-центр, бронзовая лошадь. Нет, корпоративов никаких нет, начиная с прошлого года. И все это стоит, пока не закончится. Ну если мы забудем вот то, что сейчас мы переживаем, ну не хочется уже об этом, ну правда, ну уже в печенках сидит. Давай забудем сейчас на время о том, что у нас такая ситуация. Представляем, что мы сейчас живем обычно... Мы уже живем, представляем, что мы живем весной, у нас целое расписание мероприятий. Прекрасно, прекрасно. Корпоративы вообще, они нужны, на твой взгляд? Корпоратив это люди, которым... Инициаторы всегда, я в разных коллективах работал, очень в крупных. У меня один из коллектива был почти полторы тысячи человек, я был руководителем. И инициаторы корпоративов это всегда одинокие люди, которым скучно, они не знают, где найти себе сообщество, они ищут его среди коллег. Те люди, которым есть чем заниматься, и они идут на корпоратив, ну, из-за необходимости. Понимаете? Я сейчас говорю о тех корпоративах, которые инициируют руководители как раз. Вот что, на твой взгляд, больше мотивирует работника? Я считаю, корпоративы это плохо. Вот. То есть премия была бы более кстати. Да, естественно. Да, я застал корпоративы, которые проводились прямо на предприятии, когда выставлялись рабочие столы, с них снимались бумаги, они выставлялись в ряд, и каждый приносил там кто-то банку шпрот, кто-то пучок лука, это все расписывал начальник. Вот так? Да, да, но это было давно, там, в Советском Союзе. Ну, я тебе уверяю, есть и сейчас, такие ситуации случаются. Пишут нам, добрый вечер, что нельзя дарить мужчинам на 23 февраля, это оленьи рога. То был такой случай, одна подруга мужу рога, ну, видимо, подарила, и он целый год думал, не наставил, не наставил ли она ему рожки. Я бы не рекомендовал дарить животных. Женщины очень любят, им кажется, что это очень мило, или как это, мимишно, как модно сейчас говорить. Но подарить мужчине кота или собаку, это дополнительная ответственность. А вытянуть он ее не сможет. А если он мечтал о Сенбернаре, допустим, да, и она знала о том, что он мечтал? Это, возвращаясь к вопросу, лучше спросить предводительно, что человек хочет. А хочет ли он собаку? А так ему дарят собачку, а она вырастает в Сенбернара. Это все в однокомнатной квартире мужчины-холостяка. Милый, ты хочешь? И жизнь превращается в кошмар. Ты хочешь Сенбернара? Да я тебе уже купил. И все. Алеш, очень приятно общаться, но мы выходим на финишную черту. Я тебе такое подобие блица приготовил. Обычно я готовлю буквальный блиц гостям, а здесь у тебя вот прям без вариантов ответа. Что такое булит? Мы сейчас проверяем тебя на мужественность. Булит, ну, в хоккее, штрафной. Пенальти, да. А в каком направлении при работе пилой... Ну, пенальти это в футболе. Ну, пенальти в хоккее. Булит, штрафной. Удар. В каком направлении при работе пилой прикладывается сила? К себе или от себя? Пилота. Пилой, пила, пилой. Ножовкой когда работаешь. К себе или от себя? Усилия прилагаются. На себя, конечно. На себя? Заточка на себя, конечно. Так, в каком виде спорта прославились братья Буре? Ну, это по металлу пила. Я вот поэтому тоже удивился. Ножовкой все-таки он себе. Ножовка по металлу на себя? На себя. Ножовка по металлу. А если это обычная, то там разницы нет. Там зубья стоят абсолютно перпендикулярно. Если это по дереву. А по металлу зубья на себя. Я мысленно сейчас пилю... Да-да-да. Да-да-да, сказал Валера Злобин, звукооператор наш. Но я мысленно сейчас пытаюсь так рукой делать. Но от себя все-таки как-то... От себя пила будет гнуться все время. Вот почему у меня не получается. Понятно. В каком виде спорта пославились братья Буре? Ну, хоккей. Ну, хоккей. Ой, случай про Буре. У меня журналистка как-то приходила. И должна была написать статью. И писала статью. А писала она про часы марки Буре 19 века. Очень красиво. Ну, подожди, подожди. И получаем мы статью. И в статье написано... Часы, исторические часы знаменитого хоккеиста Павла Буре. Ну, блин, вообще. Но ведь тоже Павел. Павел, да, ну, сто лет разницы. Зачем женщины капают на порванные колготки лак для ногтей? Чтобы не расходились швы. Вот настоящий мужчина. Он даже такие вещи знает. Я капал. Не на свои, я надеюсь. При вдевании нитки в иголку. Что должно быть неподвижно? Иголка или нитка? Иголка, конечно. Иголка. А что такое милирование? Ну, это вот в оранжевые волосы, когда красят. Полностью, да? Ну, что-то там. Нет, это отдельные пряди. Кладут ли дрожжи в песочное тесто? Нет. Я вот не знаю, понимаешь? Сто процентов. Если следовать гендерным стереотипам, я вот не знаю, кто ты вот, да, по вот такому раскладу, мужчина или женщина. Мне кажется, все-таки у тебя более мужская точка зрения, и я спокоен. Ну, спасибо. Тест прошел. Леш, ну, все-таки 23 февраля, мы уже завершаем эфир. Давай, наверное, я тебе дам возможность поздравить наших... Дорогие радио... Мы не даем друг другу подарки, но поздравляем. Да, дорогие радиослушатели, поздравляю всех защитников Родины, всех полов с этим интересным очень праздником, который изменялся, но фактически он остался праздником защиты... Праздником защитника Отечества. И каждый из тех, кто сможет взять когда-то там в руки оружие и выступить на защиту своей Родины, он и есть защитник. Поэтому с праздником, друзья. Ну, дай бог, чтоб не пришлось. Тут давать последнее сообщение. Написали нам, а корпоратив и премия одномоментно. И девиз, кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать. Ну, хорошо бы, ваши бы слова до работодателю в уши, да? А на пиле по металлу зубья вперед нам пишет. Я не согласен. Ну, вот, процитировал. Жаль, что не подписались. Алексей Виткалов, антиквар, коллекционер, директор арт-центра «Бронзовая лошадь» у нас был сегодня в эфире. Приходите на выставки. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. И надеюсь, что не последний раз в эфире слышимся. С наступающим. Друзья, вас тоже с наступающим мужским днем. И я думаю, что прощаемся со всем-совсем ненадолго. Будьте счастливы и здоровы. За всегда ваши Курганские. Ток-шоу «Самое время» с Константином Курганским. Бестселлер. «Самое время» «Сам木 Wilson». «Сам mumsлейка» «Сам manager»